Автор Евгений Чеботарев Атомная батарейка и принцип ее действия Первый мобильный телефон был создан более 40 лет назад. Наука прогрессирует, безусловно. И кто бы мог подумать в то время, что спустя 40 лет на свет выйдет атомная батарея для телефона. Да, наука шагает не семимильными шагами, но все же со значительными прорывами во многих областях, особенно в последнее время. И эта статья будет посвящена именно теме использования атомных аккумуляторов в современных устройствах. Вступление Сейчас рынок смартфонов – одно из самых перспективных направлений электроники. Эта сфера динамично развивается, не останавливаясь на минуту. Казалось бы, вот только в продажу поступил айфон и три, а на прилавках магазинов сотовой связи красуются уже айфоны 6 и айфоны 6+. Стоит ли говорить о том, какой путь прошли инженеры компании, чтобы порадовать пользователей новейшей аппаратной частью? То же самое можно сказать и об Android, и об Windows Phone. Еще пару лет назад весь школьный класс собирался вокруг счастливчика, у которого был телефон на базе операционной системы Android. А когда кому-нибудь удавалось лично поиграть в приложение, в котором управлять действием можно было при помощи поворота экрана, особенно если эта игра была из разряда гонок, он буквально сиял от счастья. В настоящее время этим уже никого не удивишь. Даже первоклассники сейчас спокойно пользуются телефонами компании Apple без особой радости и восторга. Не представляю, как им на самом деле повезло. Еще бы, они же просто не знают, что когда-то существовали телефоны, работающие при помощи кнопочного, а не сенсорного управления. Что на тех телефонах было всего пара-тройка игр. И что даже змейка на двухцветном экране Nokia 1100 была для детей того времени поводом для бескрайнего восторга, а играли в нее едва ли не дни напролет. Безусловно, тогда игры были гораздо менее качественными. Пользоваться подобными телефонами можно было несколько дней, не применяя подзарядку. Сейчас же игровая индустрия в сфере смартфонов вышла на более качественный уровень, и это требует более мощных телефонных аккумуляторов. Сколько, по вашему мнению, способен продержаться самый современный и самый мощный в плане автономной работы смартфон? Заверяем вас, что даже при пассивном использовании смартфон вряд ли продержится более трех суток. В качестве источников питания в современных смартфонах используются батареи литий-ионного типа. Чуть реже встречаются модели, работающие на полимерных аккумуляторах. На самом деле, подобные телефоны не выдерживают очень долгой работы. Играть в них во время автономной работы, смотреть на них фильмы можно считанное количество часов, которые обычно не превышают десяти. Компании-производители подобных аппаратов соревнуются сразу по нескольким направлениям. Наиболее активно идет борьба за первое место по следующим критериям. Диагональ экрана, аппаратное оснащение и быстродействие, габариты, мощный автономный источник питания. Как мы видим, вопрос о том, нужна ли нам атомная батарейка для телефона, остается открытым. По расчетам ученых, телефоны в будущем можно будет оснастить батареями, которые работают по принципу реакции ядерного элемента под названием тритий. В таком случае телефоны смогут работать без подзарядки вплоть до 20 лет, по самым скромным подсчетам. Впечатляет, не правда ли? Идея создания миниатюрных атомных реакторов, речь идет об атомных аккумуляторах, появилась в светлых головах не так уж и давно. Было выдвинуто предположение о том, что использование подобного оснащения в соответствующих технических устройствах позволит разобраться с проблемой не только необходимости постоянной подзарядки, но и с другими. Первое заявление об изобретении батарейки, которая будет работать, основываясь на атомной энергии, сделало подразделение отечественного концерна под названием Росатом. Это был горно-химический комбинат. Инженеры рассказали о том, что первый источник питания, который позиционируется как атомная батарейка, может быть создан уже в 2017 году. Над себя хочу добавить, что это вранье. Инженеры японской фирмы Тошиба уже с 50-х годов делают батарейки на основе изотопа никель-63, которые отлично работают уже более 50 лет и активно используются американцами в своих аппаратах НАСА. Принцип работы будет заключаться в реакциях, которые произойдут при помощи изотопа никель-63. Ну вот, а наши изобрели то, что уже более 40 лет изобретено японцами. Ну, как обычно, впереди планеты всей. Если говорить конкретно, то речь идет об это излучении. Интересно, что батарейка, построенная по этому принципу, сможет работать примерно полвека. Размеры же будут очень и очень компактными. Для примера, если вы возьмете обыкновенную пальчиковую батарейку и сожмете ее в 30 раз, то вы сможете наглядно увидеть, какой размер будет иметь атомный аккумулятор. Почему будет? Японцы уже давно его сделали. Инженеры абсолютно уверены в том, что такой источник питания не будет представлять никакой опасности. для здоровья человека. Причиной такой уверенности стала конструкция батарейки. Безусловно, прямое бета-излучение любого изотопа будет наносить вред живому организму. Но, во-первых, в данном аккумуляторе оно будет мягким. Во-вторых, даже это излучение не выйдет наружу, поскольку оно поглотится внутри самого источника питания. В связи с тем, что атомные батарейки Россия А-123 будут поглощать излучение внутри себя, не выпуская его наружу, эксперты уже сейчас строят стратегический прогноз на использование атомного аккумулятора в различных сферах медицины. Например, его могут внедрить в конструкцию кардиостимуляторов. Вторым по перспективности направлением является космическая индустрия. Ну надо же! Атошиба уже 50 лет использует кардиостимуляторы и космическую индустрию со своей батарейкой, а наши только объявили еще о выходе, причем выдают это за свое изобретение. На третьем месте, конечно же, находится промышленность. За пределами тройки лидеров находится много ответвлений, в которых можно будет успешно использовать атомный источник энергии. Наиболее, пожалуй, важный из них – транспорт. Что же мы получаем взамен атомного аккумулятора? Так сказать, а что мы увидим, если посмотрим с другой стороны? Во-первых, производство подобных автономных источников энергии обойдется в копеечку. Инженеры точных сумм не пожелали назвать. Но зато японцы назвали. Можете посмотреть в гугле, там все есть. Быть может, побоялись сделать неверно-засрочные выводы. Однако была дана приблизительная оценка не в цифрах, а в словах. То есть все очень дорого. Ну, как обычно, все в России очень дорого, хотя денег нет. На всякую ерунду деньги всегда находятся. Выпиливают из бюджета миллионы. На глупости. Что же, этого вполне следовало ожидать, прикинув суть дела просто логически. О серийном выпуске в промышленных масштабах говорить, пожалуй, слишком рано. Но а Тошиба уже давно выпускает в промышленных масштабах. Остается надеяться только на то, что со временем будут найдены альтернативные технологии, позволяющие создать атомный аккумулятор без ущерба его надежности и практичности, но гораздо дешевле. Так Тошиба-то уже создала. Используйте ее на работке, если они вам продадут, конечно. У товарища на даче отец купил в 91-м году или в 92-м телевизор под названием LG. Так вот, с ним в комплекте был пульт дистанционного управления. В нем как раз стоит такая батареечка Тошиба. К слову, ТАСС оценила 1 грамм вещества в 4 тысячи долларов. Таким образом, чтобы набрать необходимую массу атомного вещества, которое обеспечит долговременное использование батареи, в настоящее время необходимо потратить 4,5 миллиона рублей. Вот это да. Наглости нет предела. Проблема заключается в самом изотопе. В природе его просто-напросто не существует. Создают изотоп при помощи специальных реакторов. В нашей стране их всего три. Как говорилось раньше, может со временем удастся использовать другие элементы, чтобы снизить затраты на производство источника. Изобретением атомных аккумуляторов занимаются не только профессиональные инженеры и конструкторы. Недавно студент Томского политехнического университета, обучавшийся в аспирантуре, разработал модель нового аккумулятора, работающего на ядерной основе. Зовут этого человека Дмитрий Прокопьев. Его разработка способна в нормальном режиме функционировать 12 лет. За это время ее не нужно будет заряжать ни разу. Центром системы стал радиоактивный изотоп под названием Тритий. При умелом использовании он позволяет направить энергию, освобождающуюся во время периода полураспада в нужное русло. При этом энергия освобождается частями. Можно сказать дозированно или порционно. Напомним, что период полураспада этого ядерного элемента составляет порядка 12 лет. Именно поэтому использование батареи на данном элементе возможно в течение указанного срока. Преимущества Трития По сравнению с атомным аккумулятором, который имеет кремниевый детектор, атомная батарейка на основе Трития не изменяет своих характеристик со временем. И это является ее несомненным плюсом. Надо отметить. Протестировали изобретение в Новосибирском институте ядерной физики, а также в физико-техническом институте Томского университета. Атомная батарейка, принцип работы которой, основан на ядерной реакции, имеет определенные перспективы. Это, как правило, сфера электроники. Наряду с ней стоят военная техника, медицина и аэрокосмическая отрасль. Об этом мы уже говорили. Заключение. При всей дороговизне производства атомных аккумуляторов будем надеяться на то, что мы все же встретим их в телефонах ближайшего будущего. Но если Рокфеллер разрешит. Теперь пара слов об элементе, который будет составлять основу аккумулятора. Третий, безусловно, по своей природе ядерный. Однако излучение данного элемента слабое. Навредить человеческому здоровью оно не может. Внутренние органы и кожа не пострадают от умелого использования. Именно поэтому для использования в батареях был выбран именно он. Автор Евгений Чеботарев. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.